20 октября 2014 года пострадал Куйбышевский район, поселок Грабари. В районе обстрелов были зафиксированы три снайперы Национальной гвардии Украины, которые в любой момент могли начать работу по группам журналистов, поэтому приходилось передвигаться перебежками по открытой местности. К месту падения точки УНО сопровождал командир батальона Русской православной армии, позывной Малёваны. До войны он работал на шахте имени Скачинского. Еще сегодня утром на этом месте были ангары. Сейчас мы видим огромные воронки. Все это результат обстрела вооруженных сил Украины. Вчера должна была здесь базироваться разведка для контрольных территорий. Был вчера обстрел. Сегодня утром в 10 часов утра зашла опять группа людей РПА Плота для разведки. После точки УНО начали отходить. Люди все живы, не пострадали. В данный момент вы видите именно все, что произошло. Это обстрелы украинской армии. Скажите, пожалуйста, вы сами из Донецка? Донецк, Кировский район. В результате попадания точки У разрушен ангар Донецкого казенного завода. Взрывной волной повреждено остекление даже в центральных районах. В жилых домах, находящихся поблизости, зафиксировано обрушение подвесного потолка. В некоторых зданиях двери слетели с петель. Также от минометного обстрела пострадал склад по переработке взрывчатых веществ. У нас склад по переработке снарядов. Тротил перерабатывался на шахтную взрывчатку, аммониту, глинит. Это был маленький склад. Около трех командов было взрывчатки. Мало, но... Потом, конечно, что после 15 снарядов по ангару ударены. Людей, короче, вы всех видели, все живые, все здоровые. Вовремя, короче, успели отойти.